Но это чудо какое-то! Весеннее утро, хоть и морозное, но все равно солнечное. Почему оно такое солнечное, спросит меня сейчас Влад Кутузов. А потому что здесь есть два пункта. Первый пункт... Нет, второй пункт это солнце, которое светит за окном, а первый пункт это Настасия, которая зажигает и светит здесь у нас утром, сегодня в студии Телеравида Утро. Доброе утро, страна, страна большая наша. Настя, доброе утро, ждали мы тебя. Ты всегда потрясающе выглядишь, но сейчас как-то это... Мне кажется, это связано вот с тем, что ты месяц практически прожила. На замечательном острове. Да-да-да, месяц получилось прожить на Бали в этом году. Потрясающе. Всегда мало. Слушай, а вот правда говорят, что на Бали как-то какое-то просвещение, просветление внутреннее наступает? То есть вот даже если ты можешь не заниматься, не практиковать ничего, ты смотришь на море, ты смотришь на звезды и осознаешь, в чем истинный смысл жизни. Ну, если есть предрасположенность к просветлениям, то на Бали это особенно остро ощущается. У тебя есть? Просто есть люди... Во мне навалом. Я и в Москве просветляюсь, и в Питере, и где угодно. Просто есть люди совсем скептичные, которые туда приезжают и говорят, ну ничего. Ну и чего. Но обычно они туда как-то не едут. Говорят, остров не зовет. Тех, кто способен это ощутить, остров к себе притягивает. И, в общем, там таких людей очень много, и можно себе просветление найти сколько хочешь. А ведь получается два разных типа вдохновения, да? То есть у нас сейчас открыла твой клип и твоя песня «Чудо», и там как раз было вдохновение города Санкт-Петербурга. Я в выходные была, там так классно. А сейчас получается у тебя совершенно другое вдохновение. Какое ближе твоей вот душе? Вдохновения много не бывает, я считаю. Надо всякое разное вдохновение собирать. И солнечное балийское, и питерское морозное. Поэтому я стараюсь не ограничивать свое вдохновение какими-то рамками. Где мне хорошо, где мне что-то нравится, там я и набираю. Или не нравится, тоже набираю. Настоящему индейцу. Ну мне кажется, ты человек из серии, которых не особо обламывает. Там плохая погода, отсутствие солнца, там наличие снега, мороза и так далее. Я просто не стесняюсь ныть, если что. Если как бы что-то не нравится, я могу сказать, ну не нравится, мне очень сильно. Вот мне наоборот казалось, что вообще никогда не ноешь, а всегда ты всем довольна, ты всегда оптимист 100%. Ты поныла и успокоилась? Это же так всегда, надо признать проблему, она сразу тает. Вот, вот, он просто ко мне не прислушивается, он не понимает, что я мудрая женщина. Вот сейчас к Настасье прислушивается, потому что я ему тоже объясняла, что иногда надо поплакать, чтобы тебя опустила. Не, Валерия, понимаешь, Настасья, как она уже сказала, она скрывает нытье. А ты-то не особо. Чего ты она скрывает, она говорит, я нормально, я как умею, так иною. Да и поете вы, Валерия, ну ладно. Вот вы будете меня обижать, я вам спою, вот ей-богу. Ладно, речь не обо мне, речь о Настасье. Ну поскольку мы о Бали начали говорить, ты же не только отдыхала там, месяц-то пробыла там практически, да? Да, 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 месяц пробыла, но получилось так, что большую часть месяца пришлось поработать. Ну как пришлось, это любимая замечательная работа, которая была суперинтересной, суперклассной. Мы сняли клип, собственно, песня «Планета», которая сейчас мой новый сингл, это то, о чем я пришла вам рассказывать и показывать. Получилось так, что сняли мы этот клип на Бали, что для меня огромное значение имеет, потому что я безумно люблю этот остров, и там очень красиво, и это супер подходит к идее вообще этой песни. Такое вот масштабное что-то крупное, красивое, красочное. В общем, круто получилось, что мы там снимали. Ну пока вот не приоткрывает, да? Хочется показать, да? Не приоткрывает, да? То есть такие красочно, круто, вау, вообще! А сюжеты там есть или просто вот как-то? Ну, задумка была такая... Ой, Настюша, а давай сюжет чуть попозже, да? Да, конечно. Нам сейчас прерваться уже придется, да, я так понимаю, наверное, и все-таки, да? Да, 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 да. Прям вот берет и наступает все время вот-вот мне на горло, мне. Мне там говорят, что мы можем говорить, да, пожалуйста. Ну, в общем, хочется говорить обо всем, и о смысле песни, которые я там старалась рассказать. Но клип был в основном о том, что для того, чтобы себя лучше почувствовать, иногда стоит убежать от всех и попутешествовать в одиночку. И вот это путешествие в одиночку, это был, собственно, такой вот основная красная линия этого клипа. То есть мое такое путешествие по острову Бали, по разным местам, перемежающаяся всякими красочными вкраплениями, которые лучше смотреть, чем раз. Ну, вот, кстати, ты правильно сказал, потому что, друзья, совсем скоро у нас, вот не сейчас, а чуть-чуть попозже, но прям в ближайшее время у нас премьера клипа Настасия, песни под названием. Их липы песни «Планета», да, все это обязательно увидим. Прямо сейчас мы прервемся и вернемся к вам очень скоро. Слушай, ты остановилась на такой интересной теме, вот сюжет клипа, да, что ты одна путешествуешь, мы сюжет пока не трогаем, пускай сюжет ждет своего часа, а ты вот в жизни можешь так собрать чемодан и одна поехать в неизвестную страну, не побаиваешься? Побаиваюсь, конечно, но были ситуации в моей жизни, когда я одна оказывалась в каком-нибудь новом городе, например, и в Европе, и в Киеве как-то ездила так, и жила там, вот, и это классное ощущение, на самом деле, иногда вот все бросить, ну, или просто вот вырваться на какой-то промежуток времени, побыть самим собой, но в каких-то новых обстоятельствах, на себя как-то по-другому смотришь, очень полезный опыт. Настя, а ты вот говорила, ну, и сейчас тоже продолжила эту тему, что вот хорошо, да, там, раз в году или там раз в полгода бросить все и всех, да, и одному куда-то и. Ну, а вот эта фраза, как не работает она с тобой, от себя ты не убежишь все равно. Ну, прибежишь к себе в этой ситуации скорее, чем если будешь в тех же самых обстоятельствах искать какие-то ответы на свои вопросы. Вот когда уезжаешь, действительно меняется вокруг все, и ты в новых, еще раз скажу слово, обстоятельствах, почему бы нет, смотришь на ситуацию как-то иначе, и дышишь другим воздухом, ешь другую еду, общаешься с новыми людьми, задаешь им свои вопросы, такое тоже бывает, что кто-то совершенно незнакомый отвечает себе. А изоляция, так сказать, от основной жизни, она полная? То есть ты телефоны все отключаешь или все-таки на связи учаешься? Такого опыта пока не было, нет, я на связи. А я, знаешь, как догадалась, потому что у тебя даже сейчас вот работает, да, вот инстаграмчик, привет. Я решила включить прямой эфир, да, мы же все живем в новом веке. Ну и, естественно, кто смотрит сейчас инстаграм Анастасия, может там задать свои вопросы, но лучше пишите на номер 8909-928-189-9, это WhatsApp, Viber, самосообщение и vk.com. Слышь странная. Да, там есть пост, который нетрудно найти. Настя, я хочу по-философскому пройтись, если уж мы начали, конечно. Наскажите по поводу вопросов, которые нужно задавать, не нужно. Вообще у тебя много в жизни вопросов, на которые ты пока еще не нашла ответ и очень хочется? Ну, я вообще самокопатель. Я все время задаю вопросы себе, окружающим, не переставая, и у меня постоянно возникают какие-то новые, поэтому не так, чтобы вот у меня есть список, и, значит, там еще осталось несколько пунктов. Он постоянно обновляется, вот, и постоянно, когда я понимаю, что что-то идет не так, я начинаю докапываться прямо до самого дна, ползти, думать, где там, что я не так сделала, что я не так подумала, а может быть, надо что-то еще поменять. Ой-ой-ой! Я такой, да, товарищ, но я делаю это обычно позитивно, потому что я понимаю, что все мы живые, все мы неидеальные, и нужно это принимать в себе, что мы неидеальные, ну, просто с пониманием относиться к своим каким-то слабостям и прорабатывать их. А вот могла бы ты назвать вот самый главный, единственный вопрос сейчас, который ты вот думаешь и думаешь, блин, ну вот, ну, не знаю ответ. Вот не могу я прям. Который тебе же покоя не дает просто. Ну, вот почему, например, по планету еще не все радиостанции взяли в эфир? Вот такой у меня вопрос. А хороший вопрос, между прочим. Хороший? Мы с вами спрашиваемся. На который тоже не сразу отвечу. Слушай, а я вот хочу тебе такой философский, но приближенный к реальной жизни задать вопрос. Вот ты говоришь, ну, людей плохих нет, там, все, скажи, со своими недостатками. Вот просто человек вымораживает, ты понимаешь, что со своими недостатками, ну, пожалуйста, пусть он где-то такой. Ты как-то можешь нейтрализовать его из своей жизни? Вот как ты можешь сказать человеку, отстань, иди отсюда. Валерия, извините, я, Настя, перебью, а вымораживает это вот, что-то я потерялся. Вымораживает, но это вот ты на него смотришь, тебя прям бесит. Раздражает. Морозить начинаешь. Все-все-все, понятно. Ну, не надо с ним общаться тогда, надо потихонечку, 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 бочком, бочком. Отморозиться опять, я правильно сказал? Потихонечку отморозиться самостоятельно. Вот. Слушай, мы хотим задать тебе вопрос, который своей, конечно, неожиданностью сейчас поразит всех практически о творческих планах. Нет, подожди, подожди, давай сначала, мы же начали вот за эфиром, мы же так хорошо говорили. Мы говорили про то, что права, да, питерские друзья, что сто лет с ним знакомые связано, да, и потом мы как-то вот плавно с темой творчества, что все это долго идет, и хотели поговорить о том, что совсем скоро будет поэтический сборник. Ну, как скоро, пока еще непонятно, потому что, как всегда, это мой большой план на этот год, в том числе хочется в этом году выпустить сборник стихов, потому что, как выяснилось, это нужно не только мне, потому что я вот, ну, пишу давно, и на концертах начала читать потихонечку, сначала по одному, по два, по три, а последний концерт в Питере, вот в декабре я был сольный, и я читала чуть больше, чем обычно, и после концерта народ подходил и говорил, а где взять стихи, а нету книжки, а очень хочется, а выпустите, а надо, прям хотим, вот, и я думаю, почему бы и нет, это правда, ну, здорово, мне бы хотелось в руках держать. А слушай, Настя, а вот со сцены люди как публика воспринимают стихи, потому что, ну, все-таки они приходят в первую очередь послушать песни, да, послушать, как ты поешь. Я думала, я думала, что это очень трудно, что это много слов, потому что я пишу какие-то, ну, такие не самые простые стихи, это все равно много текста, обычно говорят, в наше время же вообще не любят много текста, надо, чтобы вот мы смеялись, няшка. Да, мы об этом недавно говорили, да. Любимка, да, да, сифирка. Меньше смысла, меньше слов. Да, 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 то есть, чтобы вот в ухо быстро что-то влетело, все-все-все, вот, а здесь получается, что много слов, я переживала, что это, может быть, и не нужно никому, а оказалось, что народ слушает, и замирая стоят, и внимают, и, может быть, не все влетает сразу, но интересно, хотят. А сейчас какой-то такой вот наступил, ну, не скажу век, но просто какая-то эпоха, когда люди действительно потянулись к поэзии, прям опять-то прям раз. Это приятно очень, очень приятно. Валерия Смештова сказала, я помню прошлый век, сказала, но в этом как-то все по-русски. А я помню прошлый век, вот ты не поверишь, между прочим, да, я вот еще застала прошлый век. Слушай, ну, мы же говорили с тобой, что ты хочешь это приурочить к выходу альбома, чтобы прям вот так жахнуть хорошенечко. Ну, в идеале, конечно, очень хочется и в этом году и альбом выпустить, потому что уже вот пора. Уже хочется собрать все эти песни, озвучить в одну концепцию и так далее, и выпустить альбом уже, чтобы люди могли зайти в интернет или куда там сейчас заходят за альбомами еще. Никуда, да, в интернет только. Ну, в первую очередь, да, конечно. Да, 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 и, собственно, нажать кнопку play и послушать ни одну песню, ни две, а вот целостное представление об артисте составить. Слушай, ну, а материал готов уже или придется дописывать? Дописан, песен больше, чем на один альбом уже. Ну, слушай, артисты же как же, они бывают, что ты 100 штук написал, да, а потом 10 выбрать невозможно. Скажу, что выбрать есть из чего, и я примерно уже понимаю, там, процентов 80 альбома я уже понимаю, что там будет. Ну, и будем там дальше дорисовывать. В общем, это тоже такой большой творческий процесс, все это собрать воедино, и так, чтобы это концептуально все сочеталось, потому что песни очень разные у меня, и не знаю, я бы как это все в единой концепции будет. Ну, посмотрим, в общем. Слушай, а можешь объяснить, а для чего концепция альбома, вот на твой взгляд? Нельзя взять просто вот хорошие, действительно волшебные песни, они у тебя все такие. Я понимаю сейчас. Ну, то есть у меня, допустим, есть несколько любимых альбомов за историю моей музыки, да, которую я слушала в своей жизни. И в основном они, конечно, концептуальны, то есть там, не знаю, как, допустим, альбом Madonna Confessions on a Dance Floor, он весь целостный и звуковой, и настроенческий, ты попадаешь на какой-то танцпол, и вот он тебя там качает. Или там, не знаю, альбом Гаэлли, например, артистка такая, Give It Back, у нее была песня очень знаменитая. И вот у нее тоже очень целостный альбом. В основном они очень, как бы, цельные, но у меня, наверное, не очень это получится, потому что песни очень разные. Но я не думаю, что для первого альбома это плохо, это меня чуть, может быть, объемнее покажет, а дальше уже видно будет, куда меня кинет к следующему альбому. Ну, это примерно когда можно ждать нам? Сам альбом? К осенью? Я надеюсь, осенью, да, да. И туда же ближе поэтический сборник? Надеюсь, да, будем стараться. Я боюсь всегда говорить «да», хотя, может, так и надо, надо заявлять об этом громче. Настя, а ты уже это сделал только что? Да, все, подно. Осенью, значит, сдам вам альбом и поэтический сборник. Ну что, я Майорова обещала, Майорова сделала. Вытравливаю, так сказать, Кутузовой студии при помощи собственного пьянина. Настя, обратила внимание, да? Наизучь все слова практически. Все слова наизучь. Удивительно. Это хорошая песня, душевная. Значит, тут уже иммунитет какой-то есть. Позитивная. Вот. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас не об этом. Мы о других песнях. Мы о поэзии высокой. Давайте все-таки потихонечку, поскольку у нас буквально через три с половиной минуты... Что ты загораешься все время? Зачем? Это обещанная ранее премьера клипа и премьера песни «Планета» Настасья. Настя, расскажи нам, что за песня, как родилась, под впечатлением чего-то. Все хотим знать. Что я хотела ей сказать? Все хотим знать. Да, как всегда, песня родилась неожиданно. И так вот родилась, я думала, может быть, ее кому-то даже подарить. Ну, то есть, я почему-то не собиралась ее изначально петь сама. А вот почему, кстати? Кстати, с песней «Самолетами» была такая же история. Хорошо, что не отдала. Я думала, ну не знаю, ну что, ну не знаю. Вот, видимо, оно когда легко вот так вот происходит, это кажется, что, наверное, это нет такого в этом значения большого. Вот. А песня появилась, на самом деле, достаточно нестандартным для меня образом, потому что обычно я пишу все сама целиком, вот сажусь и пишу. А «Планета» написана на, как сказать, был инструментальный трек одного из моих саунд-продюсеров, с которыми я работаю по звуку обычно. И я вот, мы общались на студии, я говорю, блин, покажи мне что-нибудь, Егор, что у тебя есть из твоего, что ты пишешь, что ты делаешь. Он поставил мне этот инструментал, я говорю, слушай, отдай мне, я хочу, я хочу, мне интересно. Я забрала его и, в общем, какое-то время слушала-слушала, а потом в очередном сапсане каком-то по пути из Питера в Москву написала этот текст и мелодию. Просто вот я прям поняла, о чем она написала. И как раз ехала на студию с вокзала и приехала, говорю, слушай, я, по-моему, написала песню сейчас на это все. И встала к микрофону, спела, он говорит, в смысле, блин, ты это сейчас написала? Ну, то есть как бы у нас получилась песня просто вот как-то очень легко. И какое-то время я к ней прислушивалась, приглядывалась, и потом поняла, что никому я ее не отдам. Никому никогда. Все в дом. Да, моя, моя, хочу себе. И, в общем, стали над ней работать. И вообще получилось, это, наверное, для меня самый трудоемкий был процесс из всех моих песен, которые я когда-либо делала. Самый такой вот по моему вкладу в процесс, это было наиболее объемно. Потому что обычно я доверяюсь, вот если есть самопродюсер, я ему отдаю песню, он ее делает, я ее забираю. Обычно какие-то мелкие коррективы ношу, но не лезу. Мне всегда казалось, что я еще недостаточно подкована в песфере, я там что-то могу намекнуть, что мне не нравится, но обычно не вмешиваюсь. Здесь же я, конечно, задолбала, простите за такое неэфирное слово, всех самопродюсеров, потому что был не один в итоге. Мы с Егором дорабатывали эту песню. Потом я пошла к другому человеку, к Мишу Тебенкову замечательному. И мы с ним еще сидели на студии, доделывали, доделывали, доделывали бесконечно. Поэтому получилось, что над песней работала достаточно большая команда народу. Но я постоянно контролировала процесс, чтобы вот этот звучок здесь, а вот здесь мне нужен шейкерочек, а вот здесь надо, чтобы еще бубенчик. Шейкерочек. И вот я там сидела, это все выдумывала, да, потом мы несколько раз переписывали вокалы, и хоры, и прочее, прочее. То есть я прямо вот выстраивала эту песню максимально. Но что самое интересное, тогда, когда мы снимали видео, песня еще не была готова. То есть у нас была демо-версия песни, и под нее мы снимали видео, и придумывали все. И уже когда появилось видео, я перезаписала вокалы и доделала аранжировку. И, в общем, она вся вот объемно вот так вот выросла потихонечку-потихонечку, песня с видео вместе. Вот, поэтому я очень горжусь этой работой, я очень люблю каждый кадр и каждый звук вообще в том, что получилось. И очень предвкушаю премьеру, и очень всегда радуюсь, когда могу кому-то показать этот клип, кто еще не видел его. А таких людей пока много. Давайте покажем всем. Я бы не понравилась. Мы три минуты молчали, открыв рот, а Анастасия просто взяла и все. Анастасия сработала по всем канонам просто радио и телевещение. Просто в тютельку, в тютельку. Еще один доман до тебя сейчас открылся. Ну что, прямо сейчас, друзья, у нас долгожданная премьера. Анастасия и песня, которая называется «Планета». Слушаем, смотрим, восхищаемся. Премьера. Укради меня от мыслей, от забор. Спешим с тобой, как в детстве, на край земли. Построим наш огромный звездоход. Мы же умели, мы все могли. Два маленьких героя, две мечты. Поделены шепотом твоих. Из всех других так верить мог только ты. И не терять меня даже с другой земли. Пока планета, это кружится. Я тебя не отдам никому никогда. Мы будем вместе, все получится. Я тебя не отдам. Никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан. Никому никогда. Я тебя не отдам. Ты видишь из окна серый океан. Мой город так мечтает о криках птиц. Сбежим с тобой туда, где до теплых стран рукой подать. И нет никаких границ. Для двух легко представивших шум ветров. Над пропастью застывших от красоты. Из всех других так верить один ты мог. Мои сумасшедшие мечты. Пока планета, это кружится. Я тебя не отдам никому никогда. Мы будем вместе, все получится. Я тебя не отдам. Никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан. Никому никогда. Я тебя не отдам. Никому никогда. Я тебя не отдам. Никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан. Пока планета, это кружится. Я тебя не отдам. Никому никогда. Мы будем вместе, все получится. Я тебя не отдам. Никому никогда. Я тебя не отдам. Держи мою руку, капитан. Никому никогда. Я тебя не отдам. Ах, просто ах, мурашки по телу. Я хочу сказать, что если бы вообще само слово влюбленность можно было облачить в ноты, это вот оно сейчас прозвучало. И сам клип потрясающий. Ну, про клип сейчас мы будем расспрашивать тебя подробно. Но вот то, что ты говорила, как вы работали над звуками, всякие паузы, всякие вот эти вот... Шейки-рочки, Лера. Шейки-рочки, да-да-да. Да-да-да, было дело, работали, работали. На самом деле, ну круто звучит все. Модно. Модно, актуально, да, прям круто, круто. Спасибо. И не стыдно, и модно, понимаете? Вот он баланс. Молодежно. Так, а теперь давай про головные уборы. Что там у тебя намотано? Что это? Ну, в общем, идея была такая, режиссера, а потом уже стилиста, который был с нами на площадке, воплотить несколько таких более этнических образов, поскольку там Бали вдохновляет на это дело. Поэтому вот там была челма, это такой более африканский образ. А тебе идет? Ой, вообще, я так это все люблю. Я даже, конечно, я пожалел, что ты не в нем сейчас. Ты прекрасно выглядишь. Да, это супер, я люблю такие штуки. Вот, мы челму это крутили из местных каких-то шалей, которые покупали на рынках у бабушек местных. Ну, то есть мы собирали полностью все костюмы там, на Бали, и покупали все это там, искали бусы всякие и так далее. Вот, потом другой вот этнический образ, это был вот золотой кокошник огромный. Это вообще национальное украшение, балийское, свадебное и праздничное. Вот, я про это и хотел спросить. Да, да, да. Вот, и это специально обученная тетушка балийская собирала у меня на голове этот кокошник. Они не бывают, они никогда не повторяются. Это кокошник собранный из множества-множества разных деталей. А, это не то, что готовый, ты берешь? Нет, в том-то и дело. Минут сорок мне его собирали, в семь утра я туда приехала. Как настоящая невеста. Да, да. Как у вас у девочек интерес? Мне реально было ощущение, что мне как будто замуж выдают, потому что потом в этом кокошнике и в белом платье я сидела на этой лодке, в этом священном озере, и реально у меня было ощущение, что просто моя жизнь удалась на славу, потому что это совершенно какое-то необыкновенное ощущение в таком магическом месте, а я верю в эту магию, и я сидела в этом кокошнике. Ой, потрясающе. Ну, я тебе так хочу сказать. Я хочу сказать, что невозможно было написать эту песню, не находясь в состоянии огромной любви, поэтому, может быть, по фэншуи теперь ты посидела в кокошнике, а в следующий раз придешь к нам и будешь рассказывать тебе об успехах не только в творчестве. Посмотрим, как дело пойдет. Слушай, опять же, вот клип, именно такой клип, мне кажется, да, по энергетике, по насыщенности в Москве, в Питере, при всей любви к этим двум замечательным городам великим, ну, нельзя снять? Нет, потому что это совершенно другое состояние. То есть вообще то, что там происходило на этих съемках, это было пять дней с четырех утра до одиннадцати вечера мы снимали каждый день. Вот, и мы объездили весь остров, и меня сажали на обрывы. И я прыгала в водопад, там был кадр в десятиметровый. То есть это было постоянно где-то на грани страха, ужаса, паники, и при этом какого-то невероятного глубочайшего восторга, потому что это так красиво, а я совершенно восторженный человек. У меня вот все, что ярко, все, что вот эти огромные листья, эти цветы. В какой-то момент, когда мы сидели на обрыве, точнее, я сидела на обрыве, и меня страховали веревкой за поезд, тянули вот так, чтобы я туда не шлепнулась. Оператора точно так же, вся команда нависает вот так вот на обрыве. Мы снимаем эти ножки, которые болтаются, значит, и приходят две дикие обезьяны. Как вы думаете, вот нормальная эта ситуация? Просто приходят две огромные дикие обезьяны. И узнаем мы об этом по вскрику одной из девушек из команды, она была чуть поодаль, и просто у нее обезьяна сняла очки с лица. Ну, то есть она такая, и мы все-таки назад, и раз, и сидят две обезьяны такие, и скалятся. Вот, и я уже прямо увидела эту картину, как мы вместе со съемочной командой летим в океан. Да-да-да. Вот, ну, в общем, и вот как-то все время так, то есть там съемка на пляже, это пляж, который там неизвестен большому количеству людей, мы спускались туда через гору, там, 30 минут вниз, 30 вверх с оборудованием, в жарищу. В челме я в 35 градусов жары лежала, и меня там просто припекало, и мне было ужасно жарко, невероятно, когда уже там задыхаться начинаешь, но нужно улыбаться, солнце в глаза, но нужно их открыть. И, в общем, куча тонкостей, но у меня, как правило, не бывает легких клипов. Вот, пожалуй, чудо, наверное, самый легкий клип, потому что был сделан случайно и своими руками, а все остальное, все, что вот такое более киношное, обычно, это мои какие-то приключения, либо морозы, либо голод-холод, либо страшный мир, либо еще что-нибудь. Но в итоге я с такой нежностью потом отношусь к этим работам, потому что это не просто клипы, которые сделаны для того, чтобы что-то снять, а это именно такая вот работа большой команды людей, которая действительно очень вложилась в это, и у нас действительно был пионерлагерь там эти пять дней, мы все влюбились друг в друга, у нас там такая команда сумасшедшая на это работала. Ну, это круто, да, это самое главное все-таки, что я сейчас так. Друзья, Настасья у нас сегодня в гостях, у нас была премьера песни, премьера клипа под названием «Планета». Я еще раз хочу напомнить, друзья, что теперь вы можете заказывать эту песню, этот клип в программе по заявкам с 13 до 14 и с 20 до 21. Не теряйтесь, песни прям лучшее посвящение любимому человеку, прям вау. Еще раз напомню, называется «Планета». Настя, хотела тебя вот о чем спросить. Ты вот буквально 15 минут назад сказала, что песня была написана в Сапсане, а ты, как вот пейзаж меняется, люди периодически ходят, шумно как-то, ну вот, да. Не, 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 не пугает тебя? Я не об этом скажу. Я не в каждом Сапсане пишу, то есть просто так получилось, что вот в этом Сапсане почему-то написалось. Не каждый Сапсан пригоден для нас. Да, да, не каждый, не каждый. Ну просто есть вот творческие люди, которые говорят, мне необходимо там вот полное уединение, чтобы вообще никаких звуков не было. А другие говорят, а мне нужно, чтобы телек работал. Вообще по-разному, да, да. Потому что я могу и фразу какую-то оттуда там, знаешь. Ну вот если телек или что-то, шум какой-то идет, то обычно это не, ну, я ничего не зацепляю оттуда, но это почему-то помогает иногда больше сосредоточиться. То есть как бы вот часть внимания отключить. То есть ты более нацелен на то, чтобы не слушать лишнее, чем когда тихо совсем. Вот так мне кажется. А, от обратного, то есть получается, как да? Сложно, я сказала даже. Сложно, но я понял. А я нет. А это самое главное. А я нет. Ну ничего, бывает со мной такое. Слушайте, я хотела спросить. Вот мы поговорили про то, что выйдет альбом, про то, что выйдет твоя книга. А где тебя живьем-то, ну не то чтобы пощупать, но увидеть можно концерты у тебя ближайшие. Где, когда? Пока не знаю. Ну то есть все в планах. Сейчас вот «Планету» выпускали старательно. Вот выпустили, сейчас начну думать про концерты уже плотненько. Ну, примерно, планируешь в Питере, в Москве, куда-то в регионы. Да и надо и в Питере, и в Москве, и в регионах. Молодец. Ну, отчего. Ну, я думаю, что поклонники и поклонницы могут следить совершенно спокойно за тем же Инстаграмом, да? И там в любом случае будет. Да, Инстаграм обычно самый достоверный. Во-первых, я его веду сама целиком и как бы полностью. И когда что-то происходит, есть какие-то новости, я сразу же об этом сообщаю. И много раз. И судя по тому, что ты все время туда смотришь, говоришь, ой, спасибо, спасибо, отзывы самые лучшие у тебя о премьере клипа. Ну, я люблю людей, да. Это понятно, мы спрашиваем, как люди оценили твой клип. Отзывы хорошие, да, отзывы хорошие. Люди тоже тебя любят. Ну, хорошо. Я, кстати, из Инстаграма узнал о том, что вот клип уже появляется, какие-то отрывочки Настя выкладывала там, и не видела разницу? Да, я просто, я листаю, я всем лайкаю все, но не всегда читаю. Валерий стоит в отделе лайкать сначала, а потом думает. Это неплохо, это неплохо. Я просто пытаюсь не быть социопатом, я как будто всех полайкала, всем приятно, всем хорошо. Ну что, давайте еще раз, у нас поскольку 50 секунд буквально остается. Настя, значит, что в ближайших планах? К осени ты планируешь выпустить чего? Ничего ждать-то поклонникам. Да, 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 я-то думала только про планету рассказать, никому ничего больше не говорить пока. Но на этот год хочется все-таки выпустить альбом, хочется сделать сборник стихов, хочется сделать больше, больше, больше концертов, потому что на самом деле ничего не имеет смысла без живых выступлений перед людьми, и перед живой диалог с людьми, конечно, важнее всего. Вот за этим именно все остальное и делается. Для того, чтобы в итоге выйти к людям и с ними, в общем, пообщаться чуть-чуть и попеть. Мы хотим тебе пожелать много больших концертов, благодарной публике как можно больше, много клипов и песен. И спасибо тебе за этот живой диалог, который мы обязательно будем крутить сегодня. О, любименький я. Друзья, Настасья была у нас в гостях. Настя, спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Упеха тебе. Спасибо большое, доброе утро.